Средняя общеобразовательная школа номер один в селе Учкикин неспроста выбрана местом проведения межрегиональной научно-практической конференции «Путь к идеальной школе». Это учебное заведение одним из первых в республике присоединилось к проекту «Школа Минпросвещения России» и уже наработало определенный опыт, которым готова делиться. Мы с 22 года в этом проекте. Что дал нам этот проект? Я думаю, дал многое. Во-первых, наша команда школьная сплотилась. Мы провели так называемый ретиминг. Мы полностью преобразили себя прежде всего. Чтобы направлять весь коллектив, надо знать, в каком направлении идти. На сегодняшний день мы все находимся в одном информационном поле. Сам проект дает очень многое. Во-первых, все эти магистральные направления работают на ребенка, что очень важно. Сам проект «Школа Минпросвещения России» нацелен на создание и развитие в стране единого образовательного пространства. Иными словами, проект должен реализовать базовый принцип системы российского образования, сформулированный президентом Владимиром Путиным. Подчеркну, должен, безусловно, соблюдаться базовый принцип системы российского образования. Это справедливость. То есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями. Причем независимо от того, где он живет. В городе или в деревне, в Москве или в любом другом регионе страны. Независимо от того, где учится, в государственной школе или частной. И, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей. Карачаево-Черкесия – активный участник этой программы. В 2022 году в нее уже вошли 23 школы региона, а в нынешнем к ним присоединились еще 19. Это немало для нашего региона. Мы делаем с вами одно общее дело. Мы стремимся к тому, чтобы качество образования в нашей республике вышло на достойный уровень. Плюс от участия в этой программе отмечают все руководители школ, присутствовавшие на конференции. А еще они охотно поделились своими наработками с коллегами. Секретов тут нет. У всех одна задача – отдать ребенку доступ к самому лучшему образованию, вне зависимости от места проживания. Каждый ученик, если он учится, допустим, в сельской провинциальной школе, переехав в Москву, у него не меняется ни программа, ни учебники. То есть единое образовательное пространство. Вот к чему мы все сейчас стремимся. Участие в конференции приняли также делегации из Чечни, Кабардино-Балкарии и Ставрополя, которые оценили и высокую вовлеченность педагогов Карачаева-Черкесии в реализации этой программы, и большое число полезных для себя наработок, часть из которых члены этих делегаций планируют использовать у себя в регионах.